Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами Эля. Вторая часть моей кактусной коллекции заняла место на юго-восточном окне. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, есть всё, всякие разные кактусы. В основном я лобиевые ехенопсисы приберегала для этого места, но попадаются на самом деле и мамилярии, и телокактусы, хаматокактусы, пародия. Хиноцереус, астрофитум. Ну, в общем, есть всё. Просто аккомпоновала их, чтобы было им удобно место, опять-таки, из-за экономии места, чтобы они расположились в поддоне. И вот так получилось у меня. Часть кактусов ещё крупные, высокие кактусы, просто большие. Они сюда не поместились и остались ещё на месте зимовки. Ну, и суккуленты там же. Часть в комнате, а часть на лоджии. Малыши гимнокалициумы. Это пародия, хенопсис, субматукана. Я не буду сейчас подробно останавливаться, просто показываю вам. Кое-что пересажено. Видео про пересадки есть на канале. Ещё гимнокалициумы, феррокактусы, пародия, астрофитум, в общем, лоббивия. Осталось место для кота, потому что он за птичками тут смотрит. И вот так получилось. Медленно проеду. Очень короткое видео. Когда появятся бутоны, они появятся здесь гораздо позже. Все кактусы без бутонов здесь. То мы будем подробнее останавливаться на них. С названиями, с историями, если они есть. А пока вот так. Коротко. Опунция мелковолосистая. Давайте я покажу вам эту кактусную геометрию. Вид сверху. Иногда это смотрится очень интересно, прикольно. Особенно, когда горшочки примерно одинакового размера. И малышня в этих горшочках смотрится интересно. В основном еще спят. Ну, а большие кактусы. Их, конечно, видно. Они в теле. Почти не потеряли бургер. Вот такое коротенькое видео для вас, ребят. Пишите. Всем всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok